Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришёл следующий вопрос. Можно ли совмещать занятия в тренажёрном зале во время поста, либо на время от него отказаться от первого, либо заниматься как-нибудь дома, ограничившись лишь пробежкой и несколькими лёгкими, недолгими физическими упражнениями. Можно ли во время поста употреблять спортивное питание, или от них тоже лучше отказаться? Вопрос очень актуальный. У нас достаточно большое количество православных христиан занимается активной спортивной деятельностью, следить за здоровьем, не то, что некоторые. И, естественно, возникает такой вопрос, они так постятся, у них строго диета какая-то, протеиновые коктейльчики и так далее. Что делать? Как поститься? Во-первых, отвечаю на первый вопрос, надо ли откладывать во время поста занятия спортом? С какой такой стати? Наоборот, пост – это духовное упражнение, физкультура, все твои занятия спортом – это физические упражнения. Апостол Павел постоянно сравнивает христианина с человеком, который занимается спортом профессионально. Говорит, вот смотрите, как они трудятся, зарабатывая венец тленный. Знаете, такие лавровые веночки на голове? Олимпийцев были в Древней Греции. Так уж, неужели вы ради венцов нетленных не должны потрудиться? Трудитесь, а градусы вы получите. Поэтому нигде в освященном писании не увидите осуждения спорта, физкультуры и спортивных достижений. Поэтому трудитесь, укрепляйте тело, укрепляйте дух. Что касается диеты, вашей ситуации, диета – это не усложжение чрева. Я бы не сказал, что эти протеиновые коктейльчики прямо вкусные-вкусные, как банка сгущенки. Нет. Это элемент лечебного питания. Поэтому, что тренер предписал, то и ешьте. Другое дело, когда он говорит вам, ну, надо постную курочку, постную телятинку. Да, это можно. Нет, можно и без него обойтись. Я вас уверяю, вы не станете немощным старичком, если не будете есть куриные крылышки в Дне Великого Поста. Да, можно как-то обойтись и без них. Ну, протеиновые коктейльчики, ладно. Какие-то другие добавки, ладно. Но здесь, я думаю, можно обойтись и без них. Ну, кроме тех случаев, когда ты спортсмен профессиональный, и каждый грамм, каждая калория, каждое съеденное тобой блюдо пристально через лупу рассматривается твоим тренером. И там, не дай бог, ты там шаг вправо или шаг влево сделаешь. Съешь какой-нибудь сухарик на миле, не съешь какую-нибудь котлетку на пару. У Поста очень много других задач и целей. Во-первых, необходимо в эти дни больше времени уделять духовному возрастанию. Читать Писание. В эти дни необходимо обильно давать милостыню. Даже сам Анзелтус говорит, подсчитай стоимость твоего скоромного стола, подсчитай стоимость постного стола и разницу отдай нищим. Мы постимся в том числе в социальном контексте. Мы разницу сэкономленную отдаём тем, кто и так постится круглый год. Читай Писание. Молись Господу Богу. То есть, увеличь духовную нагрузку. Пост – это не только против чего-то. Пост – это не только ограничение, но и преумножение. А то мы ограничиваем себя в еде, но не ограничиваем себя в словах, ограничиваем себя в любви. Вот в посту, наоборот, раздражённые такие ходим. Все нам мешают, все нас злят. Поэтому вот в эти дни обратите внимание на сердце ваше. Гастрономический пост способствует очищению сердца. Способствует. Но это не сама цель. Так что трудитесь, тело своё укрепляйте. Дух укрепляйте. Поститесь не только телом, но и сердцем, умом. Не забывайте про информационный пост. Если вы будете меньше сидеть вечерком в телефоне, пролистывая бесконечную ленту телеграм-каналов, вам это принесёт только пользу. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!